Американский город Портленд По словам уроженца Челябинска, в городе практически нечем заняться. Рестораны предлагают исключительно еду на вынос. Все пабы закрыты, а ведь для Портленда посидеть в них вечерком с друзьями – одно из главных развлечений. Наш губернатор Кейт Браун здесь в Орегоне издала указ, что нельзя собираться более чем 10 человек в одном месте. Насколько я помню, вначале было 250 человек, потом до 50 уменьшили, сейчас вообще до 10. Каждый день все у нас меняется. В супермаркетах ситуация плачевная. Разумеется, нет стратегически важной туалетной бумаги. Если появляется, продают лишь три рулона в руки. А еще бумажных полотенец и картошки. Во время съемки Алекс случайно наткнулся на несколько пакетов, чему был несказанно рад. Говорит, гречку в Америке любят не так, как в России, поэтому здесь разбирают риск. Ходят слухи, что его еще можно купить в азиатском квартале, но лишний раз ездить туда никто не хочет. Пустеют витрины с мясом, минеральной водой и почему-то мороженым. Видимо, чтобы слаще было сидеть в самоизоляции. К тому же, заканчивается порошок для стирки. Тут интересно, да? Тут вот тоже у нас пустеют полки. Но опять же, конец дня, может завтра они что-то пополнят. Но вот пока что ничего нет. Режим ЧС в Орегоне объявили на 60 дней. Но Алекс сомневается, что через два месяца жизнь вернется в нормальное русло. Впрочем, окончательно оптимизма все же не теряет. Я надеюсь, у вас там в России все получше. Держитесь там, не сдавайтесь. И надеюсь, мы просто переживем это все. И этот кризис не бахнет по нам очень сильно в этот раз. Удачи! Инна Левошина, Урал-1. Все, воды больше нет.